Всем привет, с вами Хьюг. Я продолжаю проходить сталкер путь в Припять. В прошлой серии я пришел сюда на базу Свободы, пообщался тут с разными людьми, взял некоторые задания и даже пару заданий уже успел выполнить. Ну давайте продолжим тут изучать эту базу Свободы, пойдем пообщаемся с кем-нибудь еще. Так, там слышны выстрелы какие-то. Сейчас посмотрим, что там такое. Ух ты. Чуваки стреляют по какому-то трупу? Походу по трупу контролера. Ха. И что это такое? Хаюшки. Привет, бойцы. Тренируетесь или стволы перестреливаете? Тренируемся. Стволы у нас техника настраивает, так что и перестрелка не нужна. Повышенная точность всегда. Слушай, подгони пачку патронов на калаш. Обычных, не бронебойных. А я тебе бронебойные дам. По целям плохо стрелять тяжелой пулей. В куски разрывает все. Хорошо. Держи. Спасибо, держи свои. Удачных вам десяток. Так, ну неплохо. Ну рассказывай, я весь внимание. Неплохое предложение. Так вот, в прошлой серии я там принес кому-то хлеб. Тоже за эту награду получил. Здесь патроны простые на бронебойные поменял. Также здесь еще можно встретить каких-то спортсменов, которые здесь бегают. Вон один бежит, но у него ничего нету. Сейчас здесь нужно покараулить немножко. Вон там бежит такой спортсмен. В курточке. Стой. Что скажешь, брат? Хаюшки. Здорово, спортсмены. Делать больше нечего. Да нет, чувак. Все не шаг. Играем в догонялки. Вообще весело нам. Не хочешь с нами побегать? Здоровый тебе дам, чтобы еще веселей было. О, нет. Пойду-ка я лучше от вас. Да стой, ты куда собрался-то? Принеси мне баночку энергетического напитка. Я тебе денег на него дам. Просто сам не могу сходить. Ну, сам понимаешь. Да, конечно, смогу. Делов-то. Ну, короче, я даю тебе 35 долларов, а ты бежишь и покупаешь. Кроме энергетика ничего больше не надо? Да нет, чувак. Всего остального навалом. Давай деньги пойду куплю. Так. Ну вот, держи. Тебя бухла. Бухла? Ай, молодец. Орешь, чувак. Ладно, держи еще зеленых и давай мне мой товар. Удачи. Спортсмен. Ну, то есть, такие вот мини-квесты. Можно получить маленькое вознаграждение. Так, ну, сейчас пойдем пообщаемся с медиком, который сидит в этом вот здании. Посмотрим, как он поживает. Здесь еще какой-то чувак. Ну, рассказывай, я весь внимание. Сырок. Эй, Салкар, что ты с тобой? Не видишь, что плохо мне? Зачем перестаешь с вопросами? Иди своими делами занимайся, а ко мне не лезь. Хм, пока. В общем, выкладывай. Хм, странный какой-то чувак. Так, а вот и медик. Ну, рассказывай, я весь внимание. Весь в крови. Кому-то там уже дело какие-то операции страшные. О, здоров, чувак. Привет, доктор, как дела? Плохо, Салкар, плохо. Все больше и больше больных ко мне приходит. Да и болеют все разными болезнями. Обычные аптечки мне не помогают. Видел возле входа стоит Салкар. Так вот, он скоро тоже станет жертвой зоны. Погибнет, если ему не помочь. Я вот хочу тебе попросить, чтобы ты нашел мне один целебный цветок. Растет он здесь неподалеку, возле воды, под деревом. Ищи его возле домика на болоте. Как найдешь, сразу беги сюда. Надеюсь, не составит труда выполнить твою просьбу. Жди. Жду, Салкар, жду. Так. Вот тут у него можно купить аптечки разные. Но пока что ничего покупать я не буду. Так, понятно. То есть это... Тут какой-то больной. И вот он в ненастроении. Ну что ж, давайте попробуем найти этот цветок на болоте где-то здесь. Ну тогда сейчас туда отправимся. Можем еще сходить вот сюда вот. Но я думаю туда мы сходим чуть попозже. Так, ну отправляемся в сторону болота. Так, тут радиация. Я опять забыл, что близко к этому танку подбегать не стоит. Так, еще есть... Здесь вот какой-то чокер. Ну рассказывай, я весь внимание. Гандрин. Или гандрен. Хаюшки. Здорово, мужики. Лагерь охраняйте. Привет. Нет, да все равно сторожим лагеря всяких нечистых сил и сталкеров. Я командир охраны. Поэтому если что-то интересует, то обращайся ко мне. Понял. Скажи мне, как попасть на следующую локацию и какое у нее название? О нет, с таким вопросом иди к нашему главе. Он все знает. Я вот... Че хочу тебе предложить? Недавно в деревне возле нашего северного КПП образовалась огромная куча кровососов. По словам сталкеров, там одна самка, а остальные все самцы. Ликвидирую эту самку, чтобы предотвратить размножение кровососов. Не нравится мне это. Ладно, помогу вам, свободовцам. Надеюсь, заплатите хорошо. Значит так, метку я тебе поставлю на нее. Твоей задачей является сделать один точный выстрел в голову с мощной снайперской винтовки. Или набить ее свинцом из автомата, ну так, чтобы она перестала больше шевелиться. Ха, жестко, ладно, я пошел. Погоди, помимо кровососов в этой деревне обитает еще несколько мутантов, будь осторожен. Хорошо, спасибо, что предупредил. Да нет, за что, жду с результатом. Жди, я надеюсь, живой приду. Так, здесь ящик. Использовать нельзя. Ну что ж, даже не знаю, куда сразу идти. Вот здесь эта самка. Ликвидировать самку кровососа. Деревня. Так, ну давайте, наверное, сразу пойдем на болото. Это ближе. Так, сюда прицепим прицел. Возьмем сайгу. Ну и отправимся на это болото. Искать этот... Ой-ой-ой! Нифига себе! Тут уже кровососы. Тихо. Так, как бы по тебе попасть. Или может мне просто выйти? Ну давай, появись. Не, лучше как-нибудь выйти, чтобы он бежал на меня. Ну! Появляйся! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо! Ну, где ты? Ё-моё! Блин! Так, надо немножко пострелять с АК, чтобы не тратить дробь. Все, лично. Так. Ну, идем дальше, посмотрим, что у нас тут. Так, а тут у нас снорки лазят. Давайте тоже с АК их сейчас постреляем. Чтобы дробь пока что не тратить. Потому что я не знаю, сколько там в этой деревне кровососов будет кровососов. Так что... Может там еще какие-то будут страшные мутанты. Так что, может, пока что дробь немножко поэкономим. Ну, не знаю. Ой. Какие тут мали. Ух ты! Нифига себе! Прыгун! Так, сейчас я куда-нибудь сюда вот залезу. Так, негодяй! Ё-моё! Офигеть! Так, ладно. Попробуем еще раз. Может, сразу-то их с Айги начать выносить, а не с Калаша. Но в любом случае, туда-наверх я уже не пойду. Потому что они будут пучковаться сразу. И никак их там не уйдешь. Они какие-то тут очень уж такие сильные крепыши. Так, ну вроде... Потихоньку убиваются. Так, ну-ка. Все, вроде последний остался. Нет, там еще вроде ползет какой-то. Вот теперь уже вроде бы все. Э-э-э, еще какой-то приполз. Тихо. А, все, отлично. Ё-моё, еще что ли? Чего у вас тут так много? Даже помню, я не попал. Так, все. Патронов, конечно, для Калаша я тут потратил немало, но ладно. Так, сейчас зайдем вот сюда вот. Тут какой-то... Сталкер лежит. Раненый. Человек, мир! Стой спрячь, ага! А, нет, не раненый. Он, похоже, просто спал. В логове снорков. Слеп. Патронами торгует. Дорогими. Ну ладно. Так, здесь вроде кто-то еще говорил, что есть какой-то артефакт. Сейчас посмотрим. Да. Что-то здесь такое есть. Так, колобок какой-то. Какие тут у него характеристики? Максимальный вес плюс 4. Ну блин, радиация плюс 1. От радиации у меня пока что ничего нету. А, ночная звезда, а не колобок. Пока что вешать его я не буду. Так, а цветок у нас находится где-то здесь. Здесь вроде бы. Вот он. Этот цветочек, аномальное растение. Забираем. Все, вернуть растение. Так, ну сейчас мы пока что возвращать это растение не побежим. Нужно еще сбегать вот сюда вот в сторону барьера. Там забрать какой-то блок питания или что-то такое для техника он просил. Сейчас посмотрим. Так, наверное уже. А, у меня сайга. Тут висит. Так. Там вроде. Непонятно. Кто там был? Вроде там трупы лежат, но. Да, собачки. Так, а там кто? Кто-то валяется. Ну ладно. Так, а нам нужно вот сюда вот, на вот эту вот машинку запрыгнуть. Так. И это у нас... Что такое? Да, блок питания. Все, отлично. Принести блок питания торговцу. Ну и сейчас пойдем убивать эту самку кровососа. Тут вроде кто-то был, потому что я сюда, когда навел прицел, он загорелся красным. Так, вот здесь кто-то. Что-то непонятно. Пока что все так спокойно. Сейчас какая-нибудь тварюга выскочит. Так, надо сохраниться. Ух ты, там кровосос. Убегает от кабана. Нифига себе. Так, ну ладно, пока, может, не будем им мешать. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там происходит? Ладно. Пойдем к самке. Сразу. Так. Так. Ой, нет, все-таки один кабан меня заметил. Ух ты, какой-то он тут тоже такой бронебойный. Ну ладно. Так, еще раз можем сохраниться. Где-то здесь у нас должна быть эта самка. Может, он говорил вынести ее из какой-нибудь мощной снайперской винтовки. Но у меня только вот есть айсвал. Вон она, похоже, входит. Да. А, нет, это химера бегает. Она меня уже заметила. Ух ты, да там еще и псевдогигант. Ё-моё. Так, ладно, давайте, наверное, сразу убьем самку и просто отсюда свалим. Так, а нет, самка где-то там. Ой, да тут еще и, похоже, полтергейст. Блин. Ух ты, ё-моё. Все. Засек мне этот гаденыш псевдогигант. Сейчас придется куда-то сматываться. Так, еще в радиацию вляпался. Блин, даже не знаю, что делать. Вроде пока его не видно. Или он все-таки идет сюда. Так, а здесь нет никаких сталкеров, нет? Нет, тут, похоже, только мутанты были. Так, а где же эта самка? Блин, она там вот находится возле этого псевдика. Ну, ладно, придется бежать туда. Другого выхода нет. Ё-моё, она, похоже, идет на базу к бандитам. Ой-ёй-ёй. Все. Похоже, бандиты завалили эту самку. Так, тихо-тихо-тихо. Сюда мы запрыгнем, нет? Ай-яй-яй. Тихо. Так. Ну, отлично, хоть здесь нас уже никто не тронет. Нет, все-таки псевдик меня как-то достал. Я же подпрыгнул. Ё-моё, как так? Ну, не знаю, как против... Ой, там уже, похоже, кровососа разорвало. Не знаю, как против него тут воевать. Наверное, только вот так вот попытаться что-то сделать. Ну, он тут очень уж мощный. Так, там еще собачка бежит. Так. Потихоньку мочим. О, все, отлично. Последний заряд, короче, ему капец. Я уж думал, сейчас придется долго с ним воевать. Так, ну вот, и все. Сейчас всю эту собачку убьем. Нифига себе. Какая-то мощная тоже собачка. Все какие-то мутанты очень мощные. Или, может, у меня оружие слабое. Так, ну вот, вроде бы, почти все. Вот теперь все. Так, ну тогда возвращаемся обратно. На базу свободы докладывать. Что все отлично. Так, вот тут кабаны жрут этого кровососа. Может, сейчас этих кабанов привезти на базу к свободе? Туда вот. Так. Надо немножко передохнуть, чтобы набралась выносливость. Хотя ладно, уже. Нет времени отдыхать. Надеюсь, мне хватит выносливости этой. Ну. Так, 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 так. Гоню я всех этих мутантов сюда. Так, ну что, ребята. О, давайте. Начинайте стрелять. Что они как-то... Не очень тут активно работают. О, отлично. Ну, конечно, не очень мне повезло, что как-то я так нелепо умер в этой аномалии. Ну, ладно. Не спать, пипл. Могут еще нагрянуть. Ну, все. Отлично. Так, ладно. Ну, рассказывай, я весь внимание. Гандри на этом, что убили самку кровососа. Самка кровососа мертва. Остальных монстров пострелял, но не думаю, что убил. В общем, здание выполнилось. Молодец, вот это я люблю. Быстро и оперативно. Да, командир, ты прав. Мне не впервой. Приходится мутантов убивать. Опыт уже есть, так сказать. Ну что ж, держи награду, как и обещал. И, кстати, здесь еще одну обстановку нужно исправить. Как будешь готов, подойди. Спасибо, окей. Подойду, как буду готов. Так, а что за обстановка, интересно? Ты про обстановку говорил. Я готов. Да, спасибо, что напомнил. Недавно один из снайперов заметил неизвестного разведчика возле нашего забора. Не нравится мне это. Да, действительно странно. Ладно, я пошел. Что-то мне подсказывает, что эта группировка собирается на нашу базу напасть. Если заметишь его еще кого, сразу мочи. До встречи. Так, ликвидировать разведчика. Хм. Интересное задание. Так, ну давайте сразу тогда это выполним. А потом уже пойдем сдавать остальные квесты. Из расходов, кстати, я все уже заряды для подствольника, когда переиграл, потому что последний с хренью у меня был еще до того, как я завалил этого псевдика. Патрон для калаша у меня тут уже не очень много осталось. Ух ты, емае. Тихо. Давайте испытаем этот АСВАЛ. Так. Здесь он определяет цели. Е-мое. Нифига себе. Тихо. Нифига себе. Ладно, попробуем еще раз. Что-то их там слишком много. Так, отлично. Разведчика мы ликвидировали. А что это там за ребят такие? Непонятно. Спецназовцы. Хм. Ну давайте, наверное, их тоже завалим. От того, чего они там стоят. Или может не валить, не знаю даже. Сизы. Собака нам ходил. Блин, тут. Ух ты, емае. Нифига себе сколько их. Ну я даже не знаю, что делать. Просто патронов как-то жалко тратить. Да и тем более, я думаю, с первого раза их тут я всех не убью, но... Там какие-то такие крутые чуваки. Охренеть. Даже не знаю, что и делать. Давайте пока что их мочить не будем. Может появится диалог, типа что... Я заметил там каких-то чуваков. Или что-то наподобие этого. Сейчас, короче, вернемся обратно. Посмотрим, что там будет. Так. Разведчик ликвидирован. Особой опасности себя он не представлял. Быстро и оперативно. Молодца. Знаю, знаю. Давай я мою оплату. М-14. Бывай. Ха, так что... Никакого задания нету. Ну ладно. Так, М-14. Американская автоматическая винтовка. Понятно. Не знаю. Можно, конечно, ее немножко поиспользовать. Кстати, вот. Если бы на ней еще прицел прикрепить. Не знаю, какой тут к ней прицел нужен. Можно было бы попробовать вынести вот этих вот... Чуваков, которые там стоят. Но... Не знаю. Этот же сюда не подойдет, правильно, да. Так, ну ладно. Давайте, наверное... Сколько у меня веса? 50,8. Давайте, наверное, сходим сначала. Отдадим это растение медику. Потом будем думать, что дальше делать. Привет. Что скажешь, брат? Вот, держи цветочек. Спасибо тебе, сталкер. Ты только что спас еще одну живую душу. Душу. Если хочешь, чтобы поговорить с ним. Он стоит в этом помещении возле столика. Да нет, за что. Пойду пообщаюсь. Так. Никакого вознаграждения он нам не дал. В общем, выкладывай. Но надеюсь, этот чувак нам что-нибудь... Что скажешь, брат? Что-нибудь нам даст. Здорово, больной. Как здоровье? Сталкер, спасибо тебе огромное. Если бы не ты, то я бы умер уже. Я так продолжу топтать зону дальше. Я не знаю, чем мне тебя отблагодарить. Возьми деньги. Хотя нет, возьми лучше ствол. Хотя, держит этот артефакт. Он называется Компас. Может, спасет тебя когда-нибудь жизнь, как спас ты мне. А да, хочу тебя попросить, чтобы ты узнал о судьбе моего приятеля. Не посчитай меня наглым, но мне действительно важна информация о его жизни. Ведь он точно так же, как и ты спас мне жизнь. Ладно, не будем об этом. Ну так сможешь мне помочь? Да, постараюсь. Если найду что-то о нем или узнаю, то сообщу тебе. Добро. Узнать о судьбе сталкера. А что за сталкер? Как хоть его зовут? Что-то странно как-то. Так, какие тут показатели этого компаса? Ну вот, блин, радиация плюс 4. Все остальное просто супер, но радиация... Мне нужно что-то от радиации. Даже не знаю. Так, ладно, давайте сейчас пойдем... Сходим и дадим технику. Вот этот вот блок питания. Так. Потом будем думать, что дальше делать. Так, ты, наверное, не туда зашел? Или туда? Вот твой блок питания. Классная штука. Как я понял, ПДА им заряжаешь. Спасибо. Да, все верно. Я его использую для подзарядки всех механических приборов. В том числе и ПДА. Какой-то дал нам ствол, похоже. Понял, пойду я. Так, да, ствол какой-то дал. Что скажешь, брат? Ну, не знаю, что это за ствол. Может. Лучше его продать. Разговор. Так, за сколько ты его покупаешь? 4 тысячи. Ну, может, его кто-нибудь подороже купит, допустим. Вот тебе ствол. Ствол не нужно, случайно? 2 500, а. Ну, у тебя таких денег нет. 4 тысячи тоже. Ладно, давайте продадим его за 4 тысячи. Что скажешь, брат? И все. Абакан он не покупает. Да. Слишком в плохом состоянии. Ладно, в общем, продадим ему этот ствол. И все. Абакан просто так тебе подарю. Если хочешь, можешь убрать. Так. Вот прицел тоже можем выбросить. Так, а вот эту вот винтовочку даже не знаю, продавать, не продавать. Вроде она мне как не нужна, так очень. Давайте, наверное, тоже продадим. Или может продать кому-нибудь. Потом найдем кого подороже продать эту винтовку. Не знаю даже. Ладно, пофиг, короче. Продадим за 4 тысячи. И все на этом. Так. Ну, а что делать дальше, я пока не знаю. Что там эти спецназы состоят, я тоже не знаю. Ну, давайте, наверное, сейчас сходим к одному человеку, который находится вот в этом вот здании. Так, надо аптечку использовать. И антират. Так. В общем, выкладывай. Такие люди. Охрана. Эй, слышь, придурок, поспокойней будь. Нагрубишь моего кореша, ноги повламываю. Ух, злой какой. Убить меня вздумал. Ну, попробуй, попробуй. Тогда кореш твой без кореша останется. Понял тебе это? Понятно. Ну, ну, ладно, проходи, не задерживайся. Бывай. Ну, рассказывай, я весь внимание. Так, а здесь у нас торговец. Здорово, мэн. Здорово. Чё ты вдали от всех здесь сидишь? Мне не место среди свободы. Я торгую редким и устаревшим оружием. Если интересно, то можешь прикупить что-нибудь. Да, и, кстати, могу тебе предложить одну интересную игру. Я спрятал на территории базы 5 ПДА. Если найдёшь все 5 штук, то получится у меня ствол, плюс патроны к нему и один редкий артефакт. Если согласен, то за дело. Скучно здесь сидеть. Хоть какое-то развлечение для меня. Интересно. Если что, я подойду. Ну, я готов к поиску первого ПДА. Значит так, первый ПДА находится в радиусе 10 метров от этой казармы. Это самое лёгкое задание. Как найдёшь, неси ко мне. Дам второе задание. Всё понял, подвигаюсь. Так, ну, где находятся все эти ПДА? Я уже знаю. Так что сейчас мы быстренько всё найдём. Так. Здесь какие-то аномалии. Хоть бы нас не убили. Эти аномалии. Так, первый ПДА у нас находится там вот на чердаке. О, он лежит. Пролазим вот сюда. Так, ну или... Лучше. Так. Лучше вот сюда. Так, пролазим. Потихоньку. Так, сюда. И забираем этот ПДА. Кстати, не знаю почему. Я вот сейчас вспомнил, когда вот пролажа между этих балок. Не знаю почему, но у меня множество людей... Ну, как множество, наверное, человек пять точно спрашивало, как вот очень низко приседать. Я не знаю, почему это такой популярный вопрос. Вроде все об этом знают, но... Кто не знает, я открою секрет. Короче, зажимайте контр-шифт. И можно тогда приседать дважды. Что скажешь, брат? Не знаю почему. Люди об этом не знали, но ладно. Так, вот где же ПДА. Так, готов к поиску второго. Следующий находится в радиусе 20 метров. Так, следующий у нас находится практически в том же месте. Сейчас нужно... Опять подняться сюда, вот на эту вышку. Так, и вон он лежит. Вот здесь вот. Так, забираем. Бежим отдавать. И следующий у нас будет находиться в радиусе 30 метров, вроде бы. А может радиус 50 метров. Что скажешь? Так, вот держи, нашел. Следующий в радиусе 40 метров. Короче, не угадал я. Так, следующий у нас находится вот в этом вот в соседнем здании. На кровати. Так. Ну рассказывай, я весь внимание. Вон она лежит. Запираем. Так. Так. Бежим отдавать. Так. Что скажешь, брат? Рассказывай! Держи. Готов к поиску четвертого в радиусе 100 метров. Так. Следующий ПД у нас находится в штабе свободы. То есть, в основном, в главном здании. Вот здесь вот. И лежит он у нас вот так вот. Вообще не спрятан никак. Прям тут на лестнице. Так. Так. Ну бежим отдавать. Так. Я уже выдохся. Пока тут. Нашу эти ПД. Так. Кушаем консерву. В общем, выкладывай! Что скажешь? Вот. Держи. Так. Следующий находится в радиусе всей территории базы. Так. Ну и последний. Пятый ПД у нас находится. Сейчас покажу, где. Так. Сейчас нужно бежать в этот радиоактивный танк. И бежать нужно вот сюда вот. Так. Ну этот ПД находится вот... Блин. Вон он, короче. Так. Всё. Забрали. Ну и теперь бежим. Отдавать. Ну сейчас посмотрим, что он нам даст нам за ствол. Плюс патроны там какие-то. Так. Ну рассказывай! Я весь снимаю! Что скажешь? Нашёл. Вот. Держи. Ой, молодец-то. Держи. То, что заслужил. Классный из тебя сыщик получится. Кстати, подойди к доктору. Он тебя хотел видеть. Да, ты прав. Сыщик изменяешь. Что надо? Спасибо. Хорошо. Зайду к нему. Так. Артефакт, пузырь. И вот какой-то ствол. Ух ты. Так. Это какая-то снайперка. Кстати, вот с неё можно попробовать вынести тех вот... Спецназовцев, которые там сидят. Давайте, наверное, сразу сходим... К медику. Посмотрим, что он там хочет. Здорово, док. Вызывали? Да, сталкер. Я вижу, ты уже проверенный боец. Помоги мне с одной просьбой. Я слышал, что здесь на хуторе у бандитов есть некое лекарство, которое защищает от выбросов. Так как выбросы в зоне перестали активно себя проявлять, бандиты стали из этого лекарства делать наркотики. Довозь мне одну упаковку этого лекарства, пока бандитюки всё не перевели. Ок, я постараюсь. Так. Что скажешь, брат? Выкрасть лекарство у бандитов. Хорошо, сейчас я ещё куплю у тебя аптечек. Немножко. Так. Ну и пойдём, наверное, сразу тогда за этим лекарством. 46 килограмм у меня. Было бы неплохо что-нибудь выложить. Допустим, вот этот вот гранатомёт мне пока что не нужен, но не знаю, куда его выложить. Тут вроде никаких ящиков нету. Так что не знаю. Хотя он не очень много весит, так что ладно. Так, ну... Ладно, бежим тогда к бандитам. То есть вот сюда вот, на северный хутор. Всё, отобрался я до этого хутора. Ну и лекарство у нас находится вот здесь вот. Так вот оно лежит посреди стола. Забираем. Так. Так, балабонь быстрее, чё надо? Ну и здесь у нас после... Вот во время, точнее, этого задания появляется у Бурона диалог. А до этого его не было. Я слышу, фраер. Кати сюда, разговор есть. Значит так, я слышал, что свобода... Что-то там возникает. Насчёт нашего лагеря. Мол, места... Места много занимаем. Короче, найди их документы. Я кое-что хочу из них вычитать полезного. Ищи прямо в штабе. Только смотри, не спасись. А то плохо потом будет. Наглый ты, бандюк. Ладно, как найду принесю. Смотри взамен, что-нибудь готовь. Всё уже готово. Жду, когда выполнишь своё задание. Бывай. Ну типа привет. Ну ладно, хорошо. Поищем документы. На базе свободы. Так, ну документы находятся тут вот в штабе свободы. И лежат они вот так вот прямо на полу. Как ни странно. Всё, забираем. В общем, выкладывай. Так, ну сейчас сразу отдадим ещё этот анабиотик медику. Мы потом пойдём относить документы Бурона. Так, ну потом, может, будем выносить этих вот спецназовцев, которые там сидят. Ну рассказывай, я весь вниматель... Так, держи. Вот спасибо, теперь у меня есть шансы на спасение сталкеров со всеми видами болезней. 5000 дал. Я рад, пока. Так, отлично. Ну тогда бежим к Бурону отдавать документы. Всё, вернулся я к Бурону. О, сталкер, шо надо? Нашёл кое-что, вот, держи. Эй, слышь, Баклан, ты мне не те документы принёс. А хотя, вали отсюда пока, ноги целые. Ребятам свистну, они тебя... Их вмиг оторвут. Кидало, скоро к тебе свобода в гости придёт, придурок. Так что вот, просто так вот мы выполнили это задание, и что он ничего нам не дал, этот Бурон. Типа, я слушаю. Гена тут какой-то сидит. Но ничего. Интересного у них нет. Вот, можем аптечку купить только. Типа, я слушаю. Так. Ну и сейчас, наверное, давайте попробуем завалить этих вот спецназусов, которые там сидят. Не знаю, может что-нибудь выложить, потому что вес у меня сейчас 46,4 килограмма. И мне этого веса не хватит, чтобы утащить всё их неснаряжение. Ну, не знаю. Итак, в общем, ничего я не выкладывал. И я только сейчас заметил, что у меня, оказывается, есть артефакт-пузырь, который снимает радиацию. Вроде он у меня был надет, а может и нет, не помню. Я его нашёл вроде в прошлой или позапрошлой серии, но про него совсем забыл. И только сейчас его заметил. Так что я его повесил. Ну и также повесил ночную звезду, которая добавляет 4 килограмма веса дополнительного. Так, ну и сейчас давайте попробуем. Бить этих товарищей, которые там сидят. Не знаю, как к ним подобраться. Так, фонарик надо выключить. Может попробовать сразу кинуть сюда гранатку к ним? А может и нет. Ну не знаю. Блин, собачки тут ещё. А нет, они на плоте и побежали. Ну ладно. Тогда ничего страшного. Так, сейчас запишем за это деревце. Ну и с товарищи меня пока что не видят. Так, там вот ещё беседки сидят тоже. Блин, я даже не знаю, что делать. Сохраниться можем. Так, ну если прятаться вот за этой вот техникой, я думаю, она радиоактивная. Хотя... Ну, хочется как-то немножко поближе подобраться. Ой-ой-ой, что там происходит? Надеюсь, меня не заметят эти тварюки. Так, нет, вроде техника не радиоактивная, так что нормально. Так, ну что, где здесь кто? Кого тут сразу убивать? Так, там вот. Может, сначала вынести эту беседку? Или, может, в эту беседку кинуть лучше гранатку? Так, не знаю даже, что делать. Так, пока этой беседки... А, нет, вон она там стоит. А, ё-моё, у меня гранат нету. Вот, блин, засада. Как так? Ну ладно. Так, может, всё-таки сначала в беседке кого-нибудь подстрелять. Так. Ё-моё, эти... Товарищи даже не сопротивляются. Ух ты, нифига себе не сопротивляются. Так, я что-то не понял, что это только что было. Вроде же там никто не сопротивлялся. Ну ладно, давайте попробуем ещё раз. Как-нибудь, может, запрыгнуть на эту машину? Как-нибудь, не знаю, или не запрыгивать. А я тогда сниму вот ещё лучше. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, всё, понятно. Зря я, в общем, сюда запрыгнул. Так, вот эти пока не сопротивляются. Можем их вынести. Так, ну вот, что делать с остальными, я пока не знаю. Блин, здесь уже радиация. Ладно, сейчас забежим вот сюда. Так, а тут никого не видно. Ё-моё! Тихо. Тихо, тихо, тихо уже. Начали. Поменяйте плоти, агрессы, собачки тоже. Ай-яй-яй-яй, какая злая. Ты негодяйка. Так, ну вроде всё. Так, надо сохраниться. Патроны, кстати, дропы у меня заканчиваются. Я хотел закупиться, но не стал этого делать, потому что не хотел занимать вес пока что. Потому что я думал, здесь мутантов не будет никаких. Так, ну что? Вот. Не, ну как так? Ну, вообще непонятно. Что у них там за снайперы такие сидят? Так, сейчас может попробовать как-то зайти со стороны этих зданий? Я не знаю. Так, попробуем как-то вот так вот спрячемся за этот туалет. Может отсюда удастся. Ух ты, какая тут точка отличная. Так, отлично. Потихоньку. Тихо, тихо. Ну-ка. Ну давай, дохни. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Ну давай уже. Отлично. Ещё одного сняли. Так, надо сохраниться. Сколько? Три человека ещё осталось. Так, остальных я пока не вижу. Сейчас посмотрим, где они сидят. Так, там вот кто-то стоит в кустах. Так, этот валяется. А где ещё один? Непонятно. Ладно. Сейчас может попытаемся этого в кустах снять, хотя не знаю, как я это сделаю, его вообще не видно. Практически. А, вон ещё один стоит. Так, отлично, сохранимся. Так, а как этого убить? Я его вообще не вижу. Вот он, похоже, нет. Непонятно. Ладно, сейчас попробуем его снять с вала. Тут же определение стоит. А, всё, я его уже ранил. Понятно. Отлично. Сейчас тогда пойдём его добьём. Так, и будем всех шмонать. Так, ну где-то тут, красавец, в кустах прячься. С СВД. О, какой крутой. Снайпер. Так, сейчас этого тоже добьём. Тут ещё какой-то таничок. Ух ты, нифига себе, сколько патронов. Так. Он тоже с свалом бегал. Так. Аптечка. Всё, забираем. Так, ну не знаю, что здесь можно будет продать, а что нет. Так. Ух ты, ещё такая винтовка. Неплохо. Так. Возле забора тут ещё какие-то чуваки стояли. А, у меня уже перевес. 68 килограмм. Нифига себе. Так, ну этого... Блин, похоже, СВД нельзя поднять. Она за локацией находится. Эй, ну как так? Ну. Ё-моё, я обыскиваю, а... Меня просто выбрасывают с этого. Всё, отлично, СВД забрал. Так, всё, теперь не выбрасывают. 73 килограмма. А, нет, я ещё могу ходить. Так, давайте... Ё-моё, тихо! Что здесь такое, аномалия? Так. Давайте вот это вот выложим пока что сюда. Так, вот это тоже выложим. Так. Сюда, кстати, можно выложить ещё и... Наш... Гранатомётчик пока что. Так. Ух ты, это похоже М14, да. Суворов. Ух ты. Так. Ну, вроде бы всё. Или там возле забора ещё... Да ё-моё! Так, в общем, обыскал всех этих спецнадцатцев. Ну и вот что мне удалось найти. Ну, не знаю, куда это всё тащить, не тащить. Можно будет починить, может, продать подороже. Не знаю, что с этим всем делать. Наверное, сейчас нужно будет что-нибудь забрать. Потом кому-нибудь продать. Тут какая-то такая винтовка интересная. Наверное, очень убойная, но патронов у меня нету для неё. С ней даже бегать нельзя. Ух ты. Да, круто. А нет, есть немножко у меня патронов. Девять патронов осталось. Но можно было попробовать бы её на ком-нибудь протестировать, но... Не знаю, вон, кабан идёт. Ух ты! Вот это да! Так, но этого не убило. Так, вот бежит. Нет, в этого я вряд ли попаду. Так, там никого нету. А этого? Так, неплохо. Очень даже неплохо. Прям такая мощь. Так, этот тащит своего друга. Так, отлично. Вообще супер. Ну, думаю, использовать я её не буду, хотя... Нет, вряд ли буду я её использовать. Она весит 14 килограмм. Это слишком много. Так. Всё. Патроны кончились. Ну ладно. Так, сейчас, наверное, я на этом уже заканчиваю. Эту серию. Сейчас буду тут... Таём, опять-таки, долбанная аномалия. Сейчас буду тут бегать, продавать разные пушки. Ну, не знаю. Ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи. И пока.